В эфире специальный выпуск актуального интервью в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! И традиционно раз в месяц мы встречаемся в этой студии с депутатом Петром Смирновым, чтобы обсудить самые интересные, на наш взгляд, городские события. Петр, привет! Здравствуй, Лида! Здравствуй, телезритель! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь мы были осенью, где-то в начале сентября. И это традиционное мероприятие в рамках Комитета по градостроительству и городского хозяйства. И вот в этот раз мы заслушивали программы муниципальные на Комитете. И было предложено все-таки после доклада Леонида Борисовича Бородулина самим съездить, посмотреть, удостовериться, что называется, в качестве проведенных строительных и ремонтных работ. Хотя, конечно, будем говорить прямо, мы не строители, но тем не менее, какое-то общее впечатление составить непосредственно объекте необходимо, чтобы не только на словах, но и на деле оценить ход работы. Поэтому план выезда был достаточно обширным. Но мы съездили на два объекта, потому что объектов гораздо больше, естественно, в которых строительство ведется. Два таких важных социальных объекта – это Центрообразование, бывшая 19-я школа Куйбышево, дом 1, и 11-я школа Новая Назорге. Первым объектом был Центрообразование, и так как он располагается на моем округе, для меня это важно, с одной стороны. С другой стороны, это сейчас такая сборная, начальная школа трех лицеев и гимназии. Но в целом 15-я, 3-я, 2-я школы, лицеи и гимназии, они с 1-й по 5-й класс учатся там. Как дела отстоят в Центреобразования? В целом хорошо, и мы там были еще раньше, не в рамках выездного комитета, а просто с депутатами съездили на планерку посмотреть, как ситуация. Было хуже, сейчас лучше. То есть за месяц был реальный прогресс. И действительно осталось немного. Первый этаж – спортзал, но еще плюс там располагается мой избирательный участок, не только мой, а также Андрей Крота, 30-й округ. Поэтому тоже важно, чтобы в марте месяца, 17 марта, у нас выборы президента уже назначены, чтобы избиратели пришли на свои избирательные участки, традиционно те, к которым они привыкли. Ну вот, кстати, выборы уже не первый раз стимулируют ремонтные работы в нашем городе. Да, ну на самом деле да, срок там ставил также сентябрь, действительно подрядчик не успел, к нему будут, естественно, применены штрафные санкции, но в этой ситуации лучше качество, чем скорость. Социальной напряженности нет, поэтому обязательства до Нового года закончите. И действительно, вот мне самому, как одному из родителей, у меня дочь учится в центре образования, в втором классе, я вижу, что, да, похоже, что в январские праздники мы туда пойдем там отмывать, вешать доски, там расставлять мебель и так далее, помогать школе войти в строй. И с новой четверти дети там будут учиться? Скорее всего, да. То есть это очень прям прогноз, конечно, но очень вероятный сценарий для того, что действительно это произойдет. И плюс сам ремонт, ну, есть упорный момент там в отделке, но в целом вполне мне все понравилось достаточно красиво, аккуратно и приятно. В 11-й школе все не так радужно, как в центре образования? Ну, там всегда было не все радужно, да, и особое внимание, конечно, вот я вновь скажу, что и у родительского комитета к этому объекту, потому что район большой, школа там очень нужна, и вся история этой школы очень сложная и запутанная, и там сейчас до сих пор, кто-то продолжает грешить на ООТСК, бывшего подрядчика, да, который ушел, сбежал там или как-то бросил этот объект. Вот, ну, в целом ситуация хуже. Хуже с какой точки зрения? Ведь в любом строительстве, а это новое капитальное строительство, есть документы, которые основа для проведения работы. Это планы организации строительства, так называемый ПОС. И вот этим планом определено, что, ну, как сами строители сказали, 20 декабря, но у нас сейчас на руках есть ответ от Государственного строительного надзора, о том, что 13 декабря должна быть проведена итоговая проверка объекта, готового к сдаче. То есть, чтобы вы понимали, это Государственный строительный надзор приезжает и непосредственно сам оценивает, насколько построенный объект соответствует проектной документации. То есть, что выполнены все работы, подключены все, что должно было быть подключено, построено, возвезено и штукатурено, облицовано, все двери на местах, окна на месте, благоустройство все есть, все заасфальтировано или брусчаткой заложено. То есть, все выполнено в соответствии с проектом. И, соответственно, выдается документ, акт, значит, от этой инспекции. И на самом деле, мое мнение, ну, это объект-гнеготовка итоговой вот этой проверки, да, и что вряд ли его примут в этом году. Хотя и чиновники администрации, и представители подрядчика там заверяют, что там ускорится и так далее. Но чудес не бывает, конечно, работы там еще много. То есть, вот на этом контрасте между центром образования, где действительно высокая степень готовности, и не сказать, что много работы осталось доделать, да, то есть, это, ну, реально неделя-две, и можно считать, что все готово. Вот. А в тренинг-одиннадцатой школе совершенно не так. То есть, там, ну, вот... Но каковы перспективы? Я не могу спрогнозировать, потому что, знаешь, вот хотелось, там, огромные коридоры, вот, что потрясает в этой школе, это ее масштабы. То есть, это вот корпуса, огромные широкие коридоры по сравнению с тем же ЦО, вот старое здание, да, и против нового здания. Хотелось, знаешь, как вот там длинный такой коридор есть в одном из крыльев, будем говорить так, этого здания. Хотелось там, чтобы все строители вот так построились в линеечку, и посчитать их по головам, а сколько же реально человек работает на объекте. Вроде бы они там есть, но такое ощущение, что их даже меньше, чем в центре образования трудится. Ну, просто они размазались по большой площади, их не видно, не концентрируются в одном месте. Да, может быть, может быть. Но недоделок большое количество, там, и, там, двери до конца не заделаны, да, где-то есть напольное покрытие, там, линолеум, да, где-то его нет. Там, в спортзале лежит линолеум, склеен скотчем. Ну, то есть, явно его еще не смонтировали, да, там, какое-то оборудование на сценическое еще монтируется. То есть, оборудование кухни, ну, пищеблока, вот, только завезено, но еще в это сложено. Лежит какой-то короба металлический для вентиляции. Например, силовые кабели, ну, вот просто там, помещение, у него дверь с окном. Удивительная дверь, кстати. Вот, и через это окно видно, что это, ну, комнаты вроде как энергетические, да, то есть, там висит шкафы электрические, но вот кабели висят, вот, не заведены в шкафы, просто висят с потолка, свисают. Понятно, но, тем не менее, вы вместе... Ни разводки, ничего. ...вместе с депутатами посмотрели степень готовности, качество работ. Есть вообще шанс, что хотя бы на следующий, 1 сентября, школа примет детей? Ну, вот на следующий, 1 сентября, наверное, есть шанс. До конца этого учебного года маловероятно. То, что нам говорят, что до Нового года, вот, прям, должны, нет. То есть, с третьей четверти точно нет, потому что даже, ну, нет. То есть, визуально это не вызывает. И потом, понимаешь, то есть, кто возьмет на себя ответственность, там, тот же Гассан, будет ли он брать на себя ответственность и подписывать акт готовности, да, законченное строительство и так далее, если реально не готовы? То есть, и насколько, ну, какова ответственность за такое решение? Хотя могут и надавить, у нас так бывает. Еще одна популярная тема в выходящем году, тема губернаторского проекта «Инициативного бюджетирования вам решать». И в этом году она, прием заявок немножко изменился, вот он уже прошел, и буквально в ближайшее время завершается, уже завершается голосование по проектам. Расскажи, какая там сейчас ситуация, много проектов, много ли инициатив? Да, по количеству проектов не скажу, потому что не считал, ну, и сам не участвовал. Объясню, почему он не участвовал. Но сначала о том, что надо проголосовать. Друзья, голос за точка ру, пожалуйста, это, наверное, мера ответственности каждого из нас, необходимость проявить свою инициативу и проголосовать за тот или иной проект любой, неважно. Сейчас уже мы это не говорим, что там депутатский он или муниципальный, или это учреждение. Уже нет смысла об этом спорить. Чем больше проектов пройдет через это голосование, чем больше мы голосов от города наберем, тем больше средств можем привлечь из областного бюджета на реализацию любого из этих проектов. То, что касается непосредственно проектов, то у нас состоялась небольшая дискуссия еще в рамках до начала голосования. Голосование идет до 20 декабря, успевайте. Состоялась небольшая дискуссия с департаментом городского хозяйства на тему вообще, какими проектами участвовать в этом формате, в этом проекте. И важно то, что, как нам было донесено, что дворовые территории сейчас не в приоритете, будем говорить так, то есть в приоритете общественное пространство, социальные какие-то проекты направленности, то есть развитие какой-то специальной инфраструктуры детской или спортивной и так далее. Да, там, где, условно говоря, вообще ничего нет, там, ну, какое-то сельское поселение мы берем, там действительно дорога или какая-то благоустроенная детская площадка могут пройти. Но вот в нашем случае уже ни дороги, ни детские дворовые территории не будут приоритетными, потому что баллы начисляются за несколько это. И о чем я и говорил, если в прошлом году мы имели три проекта от муниципальных бюджетных учреждений, то сегодня, мне кажется, уже больше половины всех проектов это бюджетные учреждения, а там все. И начиная с ремонта крыш школы, заканчивая там каким-то благоустройством на территории детского сада или какого-то бюджетного учреждения дополнительного образования. Но я не вижу в этом проблем. Если в городской казне не хватает средств, почему бы не заявиться с проектами и не получить региональную поддержку? Вот. Тут мы... Я вижу, что тут происходит какая-то метаморфоза внутренняя наша. Метаморфоза в смысле бюджетная, потому что получается так, что бюджетные учреждения, они на то и бюджетные, что ты должен за все за счет собственных денег, ну, городских будем говорить, да, содержать, ремонтировать, там, обновлять или строить заново. Но, как говорил один там директор департамента финансов, да, из семь шапок не сошьешь. Поэтому, действительно, да, с одной стороны денег на все не хватает. Действительно, да, бюджетные учреждения получили право заявляться в этот проект, вам решать. Да, в принципе, видимо, никогда им не запрещалось это сделать. Просто у нас это распробовали в прошлом году, и в этом году решили, ну, что да, теперь по максимуму. Вот, и пресс из инициативного бюджетирования для граждан, ну, это превратилось в инициативное бюджетирование для администрации. Ну, будем честны и откровенны, да, то есть кто-то в администрации сказал так, вот ты, 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 ну, директорам, соответственно, этих учреждений должен заявиться вот на этот проект, вам решать. Конечно, да, есть определенная, ну, ситуация, что, ну, это же люди будут поддерживать, это же они предложили. Горожане решают. Горожане решают. Ну, нет проблем, конечно, но, например, когда депутат заявляет в свой проект, ему сложно с бюджетными учреждениями конкурировать, потому что у того, там, если это, например, дополнительное образование, там, секции, родители, старшеклассники, там, педагогический состав. То есть, ну, просто 500 голосов набрать, просто, да, поставь на входе человека с планшетом, и за один день у тебя результат получится. Ну, депутату с его проектом сложно, да, это нужно по квартирный обход, каждому убедить. И мы с тобой говорили о том, что, допустим, если речь идет об учреждении дополнительного образования, социальная значимость его, она больше, она охватывает большее количество людей, чем какой-то отдельный двор. Поэтому у меня проект только один, и сейчас, я надеюсь, будет найден, и он уже прям вот, вот уже чувствуется, что он практически сформировался, этот механизм, как все-таки изменить подход к благоустройству города, вот именно дворовых территорий. Один проект, это Ленина 1.5, совместный с Левиной Ноной, большой двор, но сталинская застройка, очень мало квартир, очень мало жителей, соответственно, вам решать, там, ну, 100-200 голосов мы наберем, но это будет в прыжке. Поэтому сразу же это, ну, проигрышная история, даже просто, ну, что называется, спотеть, да, заявиться ради заявки. Поэтому сейчас был предложен механизм заложить средства в городском бюджете в размере, по-моему, около 60 миллионов рублей на вам решать местных инициатив, то есть местных денег. То есть мы для решения каких-то муниципальных задач мы привлекаем федеральные деньги, а на решение региональные деньги, а на решение частных каких-то вопросов, вот этих вот локальных задач мы уже местные деньги будем направлять. Какой-то круговорот бюджетов. Он, на самом деле, совместный, получается, этот бюджет, вот эти 60 миллионов, там, в том числе, средства для участия в региональном вам решать, там же везде есть софинансирование муниципальное. А вот на остаток то, что останется, да, вот те проекты пройдут, посчитают, сколько прошло, сколько средств на софинансирование нужно, а вот на остаток будут финансировать те проекты, которые не были реализованы в прошлом году. Все же началось с того момента... Были заявлены, но не прошли. Да, да, да. И вот особенно это были депутатские проекты, потому что там набрали и 600, и 700 голосов, но они не прошли конкурсный отбор, а все равно люди-то проголосовали, да, то есть люди участвовали в этом же голосовании в интернет. И ждут, когда этот проект будет реализован. Соответственно, если его сейчас второй раз заявлять, да, это еще раз надо голосовать. Поэтому было принято решение, давайте мы выделим это средство, разработаем положение под эти деньги. И, соответственно, те проекты, которые не будут реализованы в вот этом региональном конкурсе, будем реализовывать за счет местных средств. Подожди, вот сейчас у наших зрителей может возникнуть диссонанс. Зачем я буду голосовать, если этот проект, если он не наберет достаточного количества голосов, все равно реализует, но уже за счет местного бюджета. То есть можно не голосовать, получается. А вот тут вопрос, как будет положение написано. Может быть, это нужно будет заявлять все туда, а вот там, что не пройдет, уже рейтинговое голосование покажет, что более важно. То есть, возможно, так будет это все обставлено, да. Поэтому положения пока нет, средства заложены общей массой. И вроде как это тот самый подход, о котором мы говорим уже на протяжении нескольких лет, что пора прекращать заниматься лоскутным одеялом, когда по 500 тысяч на округ из бюджета на благоустройство выделяется, из которых уже недостаточно, категорически недостаточно. А пора переходить к некому проектному подходу, когда вот, то есть, большими проектами реализуется то или иное благоустройство. Потому что можно там и 2, и 3, и 4 миллиона рублей потратить на создание действительно хорошей инфраструктуры в каком-нибудь из микрорайонов. Ну, то есть, вот эти вот депутатские деньги в одну кубышку? Пока они тоже еще никуда не хотят. Вот депутатская, как ее называют, да, но на самом деле она просто по заявкам. То есть, там могут и жители туда заявки подавать, депутат просто может увидеть все эти заявки и сказать, да, вот это важно, или это не важно, а вот это нужно в первоочередную. То есть, тут такое влияние просто выбора того или иного благоустройства. Но мое мнение такое, да, эти 17 миллионов на 34 округа, которые делятся, нужно также в эту вот программу отдать и не грешить, что называется. А не будет обид, что вот у меня было 500 тысяч на округ, а сейчас вообще? А зачем? Ну, вот в полномочиях депутата нет вопросов качества там среды и улучшения благоустройства на округе. Это задача депутата городского. То есть, благоустройство на округе, это не задача депутата? Ну, вот, понимаешь, спустя несколько лет муниципальной практики, да, вот приходим к такому выводу, что отчитываться благоустройством на округе, это, ну, не очень правильно с моей точки зрения. Хотя некоторые прям вот только этим и отчитываются. Что я сделал то, я сделал то. На самом деле ничего сам депутат не сделал. Сделали департамент городского хозяйства или муниципальные службы или подрядные организации. Ну, ведь это как раз наглядная оценка работы депутата на округе. Я вижу, что мой двор стал лучше, ко мне приходил депутат, я пожаловалась, что мне не хватает лавочки-качельки. Лавочка-качелька появилась, и я думаю, какой у меня прекрасный депутат. Ну, я думаю, что это наглядная, это активность депутата. То есть, на самом деле это, ну, я вот честно скажу, что мы собой подменяем внештатных сотрудников департамента городского хозяйства. Ну, чего быть, в принципе, не должно. Интересное предложение. Оно так и оценивается. Понимаешь, политика и человек, который заседает там того же депутата законодательства собрания, депутата Государственной Думы, нужно оценивать по принятым законодательным собраниям или Государственной Думы решениям. Хорошо, посмотрим, найдет ли твоя инициатива отклик, и как она будет реализована в случае чего. Ну, вот я уже, да, я тебе скажу, что в прошлом году я 500 тысяч отложил, ну, в том смысле, что ты сказал, что потратите их сами, потому что мне в ФКГС округ участвовал. В этом году сейчас вот формируем, смотрим, какие заявки поступили и будем выбирать. Все равно благоустройством занимаемся. Никуда без этого? Ну, да. Пока в этой системе никуда. Может быть, неожиданная для нас с тобой тема, но я не могу обойти ее вниманием, потому что, мне кажется, этот нашумевший сериал «Слово пацана», он проник везде и всюду. Для Сарова он получил какое-то особое отдельное звучание за счет пасхалок от режиссера, который, собственно, наш земляк, саровчанин Жора Крыжовников. Смотрел ли ты сериал, какие твои? Начал. Эмоции на этот счет. Первую серию. Никаких пока эмоций, ну, кроме флэшбэков, да. На самом деле, ну, первое, Жор Крыжовников наш земляк, Саров и его родина, и это действительно очень приятно. Поэтому там какие-то топонимические вещи всплывают, понятные саровчанам. Слушай, это его почерк. То есть вот во всех своих фильмах, так или иначе, у него есть вот этот вот, знаешь, антураж саровского. Привет саровчанам. Да, он всегда есть там, там, либо в маршрутах автобусов, там, знаешь, вот эти вот таблички с топонимами саровскими. Ну, вот в первой же серии Бессарабинка 8, что, в принципе, очень смешно. То есть Бессарабинка – это, ну, наш, там, да, местный деятель, да, и у нас вот его именем названа улица. В Казани такой точно нет. В Казани такой улицы 100% нет. И, ну, ты мне сказал, что там есть еще и другой какой-то адрес. Силкино, Силкино 7, по-моему. Вот, Силкино. Поэтому на самом деле фильм о времени и про время, да, и пока то, что я увидел, я посмотрел, наверное, первую половину первой серии, ну, больше не удалось. То есть мое мнение пока такое, что вот режиссер, он прожил это время, вот то время, вот здесь, в Сарове, и оно ничем не отличалось от другого места, там, Казань ли это, любой другой город. Здесь тоже были уличные банды, жесткие разборки, драки. Здесь тоже были Силкинские, Тольяттинские, Курчатовские. И была комиссионка Музрукова 22, и да, меня там прижали с ножом по дороге домой через двор. То есть, ну, у них не надо было ходить, там, где не надо ходить. Несложно представить Саров, вот таким неспокойным. Да, то есть, вот были такие времена, и на самом деле ничего хороших в них нет в этих временах. Ничем хорошим я вспомню ни Разома-16 на тот момент, да, ни Нижний Новгород, который горький, не могу вспомнить. То есть, времена были плохие, ужасные, и если в них возвращаться, то это только горькие флешбеки той жизни, которую, ну, наверное, стоит нам напомнить о том, как мы жили тогда. Вот сейчас. Чтобы понять, что, в принципе, это, наверное, неплохо живем. Это грустно, когда приходится сравнивать, понять, что мы живем неплохо, только увидев, как мы плохо жили раньше. Вот я не уверен, я пока, вот еще раз говорю, да, пока не посмотрю до конца, не пойму, действительно ли это так, но, может быть, в нем есть определенная драма в этом сериале, как пишут, да, что там вот мальчик там хорошей семьи там и учится, и вот он пошел по наклонной в какую-то вот эту бандитскую среду, и там романтизация и бандитизм, я сомневаюсь. Я не увидела этой романтизации, потому что, да, действительно, достаточно жестко все показано, и мне бы хотелось, например, чтобы второй сезон сериала назывался «Слово чушпана», и мы бы следили за тем, как мальчики и девочки читают Гарри Поттера или Толкина, да, про хоббитов книги, как они ходят в музыкальную школу, разучивают музыкальные пассажи, обсуждают, как они будут поступать в МГУ или в Бауманку. Я думаю, прекрасное было бы продолжение сериала, и наоборот, да, там не хороший мальчик из музыкальной школы встречает антагониста и идет в пацаны, а вот такой вот, собственно, пацанщик встречается с мальчиком из музыкальной школы, открывает для себя Моцарта, открывает для себя книжки и, как там называется вот это слово, отшивается от пацанов, становится чушпаном и наслаждается этим статусом. Вот такие мои фантазии, господин режиссер Жор Крыжовников, можете взять на вооружение. Слово «чушпана» с альфеджи в портфеле. Отлично, да, отлично, все, мы придумали второй сезон сериала. Я думаю, что нам надо всем его посмотреть, чтобы трезво оценивать то время, может быть, оно с небольшой аллегорией показано, может быть, это действительно в чем-то правда. Это правда. Да, ну и опять же, да, это человек из нашей среды, и, скорее всего, он питался теми историями и ситуациями, которые происходили здесь, на этой земле. И что мне нравится, нет там хэппи-энда, грустно там все, каждая история заканчивается печально. Ну зачем вот эти спойлеры? А еще фильм не закончен, еще будут серии, но то, что сейчас видно, ну, печально все. Да? Да, поэтому чушпаном-то быть лучше, ребята. Для будущего. Для будущего. Предлагаю на этой позитивной ноте завершить нашу беседу. Я думаю, что встретимся мы с тобой в следующий раз уже в Новом году и обсудим, как всегда, самые интересные, на наш взгляд, городские события. Оставайтесь с каналом 16, мы работаем для вас. Пока-пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова